Добрый день, уважаемые абитуриенты! Сегодня я вас приветствую на консультации для поступления в магистратурное направление подготовки 010402 «Прикладная математика и информатика». Магистрская программа «Оптимизация и оптимальное управление». Консультацию проводит заведующий кафедрой прикладной математики Ребургского государственного университета доктор технических наук профессор Баладурин Ильин Павлов. Вступительный экзамен в магистратуру проводится в виде тестирования. С правилами организации и проведения вступительных испытаний в этом году вы можете ознакомиться на сайте нашего университета. Сегодня я вас познакомлю с заданиями, которые вы получите при поступлении в магистратуру. Тестовые задания сформированы по следующим базовым дисциплинам. Алгебра, математический анализ, дифференциальное уравнение, комбинаторика, теория вероятности, программирование и математическое моделирование. По каждой дисциплине тестовые задания относятся к следующим разделам. Комплексные числа, теория рядов, теория пределов, определенные и неопределенные интегралы, система обыкновенных дифференциальных уравнений, обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка, элементы комбинаторики, теории вероятности, языки программирования и математическое моделирование. Далее мы познакомимся с примерными тестовыми заданиями по названным дисциплинам. К дисциплине алгебра мы отнесли раздел «Комплексные числа» и типичная задача, которую вам придется решать, представленная на слайде. В рисунке представлена геометрическая иллюстрация комплексного числа, тогда трикометрическая форма записи этого числа, мид вид. Вам будут предложены пять ответов. Для того, чтобы не загромождать слайд, я привела только правильный ответ по слайде. Далее раздел «Математический анализ» включает несколько типов задач. Это теория рядов, примерные задания приведены на слайде. Это задачи, касающиеся вычисления суммы членов ряда, установления сходимости числового ряда и нахождение интервалов сходимости степенных рядов. При этом необходимо учесть, что рассматриваются как числовые ряды, положительные, знакоотрицательные, знакопеременные, а также степенные ряды, относящиеся к разделу функциональных рядов. Следующий раздел – это раздел задачи из теории пределов. Здесь довольно простенькие задачи, касающиеся вычисления пределов последовательности и пределов функции. Следующий раздел «Неопределенные и определенные интегралы» представлены следующими типами задач. Дан интеграл, приведенный на слайде, и необходимо вычислить, к чему приведет заданная замена переменной. Ответ указан. Кроме того, типичная задача, очень распространенная – найти площадь фигуры, ограниченной линией. С этими задачами, надеюсь, вы знакомы. Следующий раздел – это дифференциальные уравнения. Он разбит на два типа задач. Это система мгновенных дифференциальных уравнений. Одна из них – это найти общее решение системы дифференциальных уравнений. И второй тип задачи связан с исследованием на устойчивость по первому приближению тривиального решения, заданной системой дифференциальных уравнений. Тип задачи представлен на слайде. Также к дифференциальным уравнениям относятся задачи на умение решать обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка. В частности, находить решение задачи Каши. Типичная задача, представленная на слайде. Далее, в комбинаторику мы включили задачи примерно вот такого вот вида. Число разбиения множества, состоящего из 10 различных элементов, на 3 подмножества, содержащих соответственно 2, 3 и 5 элементов, равно. И нужно будет выбрать правильный ответ. И другой тип задачи. Даны две концентрические окружности радиусов 4 см и 5 см. Найти вероятность попадания точки в малый круг при бросании ее в большой круг. Из теории вероятности приведены вот такие вот задачи. Например, вероятность того, что статья будет опубликована в журнале А равна одному числу, в журнале Б другому числу. Необходимо найти вероятность публикации статьи хотя бы в одном из журналов. Второй тип задач. Необходимо знать, как из генеральной совокупности извлекается выборка и как распределяется объем выборки. Следующая задача характеризует знание функций плотности распределения различных случайных величин. Дисциплина программирования в основном представлена теоретическими вопросами. Например, процесс восприятия исходной программы на заданном языке и ее исполнение называется и преднуждены варианты ответов. Также есть вопрос, какое из следующих утверждений о приведенном операторе является верным. И в третьем вопросе требуется знать некоторые особенности функции языка C++. И последний раздел – это математическое моделирование, тоже представлено теоретическими вопросами с вариантами ответов. Например, необходимо знать определение детерминированной модели. Это первый вопрос. Другой вопрос – установить равновесие между простотой модели и качеством отображения объекта. Как эта процедура называется? Ну и, безусловно, правильный ответ. Собственно, сейчас я рассмотрела все основные типы задач, которые будут вам предложены при вступительном испытании. На этом консультация закончена. Я вам желаю удачи и надеюсь на то, что мы с вами обязательно встретимся в учебном году. Всего хорошего. Спасибо за внимание. Продолжение следует...